Сайт Асгард, он же описывает как раз всего лишь одну крупицу вот этого огромного мира. И когда люди говорят, мы живем внутри Земли, ну да, мы живем внутри этого яйца на огромной сотовой планете, на которой находятся миллионы этих яиц, миллиарды этих яиц. Которые покрыты еще одним слоем, а сверху еще один. И так далее, и так далее, ну... Здравствуйте, с вами Вячеслав Котлеров, в Харькове. 12 часов 20 минут. Здравствуй, Вячеслав. Добрый день. Имени не знаю, написано Меха61К. Да, 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 я тебе уже звонил, Сергей меня зовут. Ох, очень приятно. А, что, мы уже общались? Да, мы общались в второй раз, и как бы более уже слегка подготовлены к этому. Ничего себе, вот это... Вот это... Моя феноменальная память. Я просто смотрю, вот по звонкам не было ни одного. Отправлены контакты. Ну ладно, хорошо. Я просто... Ютуб... А, да, мы с тобой... А, вот, звонок продолжительностью 1 час 10 минут, точно. Замечательно. Видишь, вот это... Если бы я обратил внимание, что ты, это ты, вот надо было тебе, мне сразу тебя подписать. И тогда бы я намного быстрее среагировал. Понятно. Слав, смотрю, ты сейчас занят очень сильно на английский язык, да, переводишь ролики? Да, я их планирую дальше пойти, я не знаю, насколько, Серёж, это, а не достоверный перевод, но я тактику поменял. Я сейчас фишку в чём сделал? Я хочу иностранного зрителя заманить названием первые 2 минуты, там не обязательно перевод. Если ты обратил внимание, там идёт просто визуальная картинка, чтобы... Да, 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 то есть, мне не важно, будет он смотреть весь ролик, не будет. Мне надо, чтобы он 2 минуты зацепился, вот это мне важно. И я планирую все языки, ну не все, ну хотя бы десятка 2 ещё. ну как как я во первых реально у меня на один ролик уходит 45 часов монтаж очень длительный примитивный так как я использую не не робота точнее использую робота но не тот программа который для этого предусмотрен а использую google переводчик и не да да но его же понимаешь сразу текст не загонишь там только пять тысяч символов вот и очень долго на монтаж и плюс ко всему я сейчас даже начал вот эти последние ролики первые с конца как я говорю они это я даже оформление делать то есть там когда сергей тарасов делал надписи в этих роликах на русском теперь я их перевожу да я думаю как я товарищ этого макс это с киева говорит не выпускают эти ролики с голосом масяня людям это не нравится вот тут тебе вкус тебе не нравится ты видел там я ролики где дурачи ну и привлечение потому что на человек как говорят менторским голосом там та 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 вот новости а тут именно человеку иногда доходит тут именно в такой шуточной форме серьезная информация да 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 для разнообразия все время когда все картошку жареной не поешь да да ну я как и в тот раз немного вопросов хотел задать да отлично вопросы я люблю потому что ролики писать самому тяжело а если живой светлый человек в общении мне намного легче мне вот интересно что такое северное сияние получается северное сияние видят якобы в арктике то есть на северном полюсе которого получается нет это получается в центре земли ну то есть в центре купола происходит так понял это северное сияние значит стопроцентного ответа нету но есть предположение причем я сейчас сразу попытаюсь ответить и и на северное сияние и на что такое радуга на самом деле и да 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 и края и чуть краем пройдусь по белым ночам санкт-петербурга значит так как я уже говорил в некоторых роликах вот маленький пустяковый пример берем ведро воды садим на поверхность муравья муравей не достигнет дна мы берем собственной рукой проводим до дна для нас вода это не преграда мы с легкостью проходим то же самое в нашей соте есть огромное количество куполов то есть ячеек но мы их не видим мы проходим как не замечая этого вот поэтому северное сияние это видно отблески основного купола неплохо разбирает владимир с канала amazonin я с многим во многом с ним согласен он предполагает что это просто вот этот основной купол просто блики дает ну любое там неважно стекло или что-то в этом роде понятно что не стеклянные а он скажем больше энергетически радуга тоже скорее всего опоясывает вот как бы обводку дает куполу на тот момент на тот радиус которым она находится то есть от купол и она четко как бы это вот допустим грубо говоря на стекле или в воде там бензиновые пятна или что-то в этом духе или на стекле там допустим вот это что мне вот немного не просто вот самое смешное что технарей бы подтянуть а мне гуманитарию при приходится технические вопросы решать но и белые ночи связаны это с куполом кстати блин хотел момент один озвучить тебе специально не хотел упустить и вот вылетел из головы заговорился вот сейчас вспомню это но скорее всего этого отблески купола я только так могу это понять вот вот что я сейчас озвучу я надеюсь что наша беседа пойдет свежими пирожками на канал через тщательный монтаж вот что хотел тебе сказать и всем уважаемым зрителям и слушателям я как-то лет пять назад но я как бы я придал значение но я же не думал что пройдет пять лет и я буду слышим я сталкивался в интернете с роликами вот кто вспомнит может ты но сейчас это пойдет массы самое интересное что есть много роликов про антарктиду сейчас их почему-то найти невозможно значит я сейчас буду говорить и возможно вспомнишь в этих роликах рассказывается следующее что пилоты неважно какой страны пускай будут американцы в ролике описывает следующее что летели летели потом какая-то пошла белая поволока потом она закончилась и они оказались земля где люди говорили на чудном языке входили в необычных одеждах паслись мамонты и вот зрители тогда вот пять лет назад многие и сейчас бы не придали бы значения ну сказка какая-то но мы-то с тобой уже понимаем что скорее всего кому-то удавалось пересекать про проскакивали в другие соты потому что придумать то что там пилот рассказывает там надо просто детально есть статьи сейчас ищу где-то есть статьи подробно рассказывается вот именно ячейки соты ну да 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 вот есть как говорится думаю в запись пойдет и кто-то вспомнит что реально есть такие ролики где подробно рассказывается соседних ячейках мне всегда вменяют что я где-то левую информацию там на западе нахватался а я как себя говоря сам панический ищу не для себя подтверждение а как я их называю середняков то есть есть люди которые приняли поняли истинную модель есть люди которые никогда и не примут вот ну во всяком случае в этой жизни а как я в последнем ролике первым с конца сказал что у последние черты парадокс том и о боге вспоминают хотя в него никогда не верили и истинные модели последнюю секунду и последнюю как знаешь вот эта пословица перед смертью не на не на дыши ся то есть уже все последние секунды человеку дошло а все уже поезд ушел до уже все да правильно она все есть только у людей разная сенсорика один видит как говорится призрака другой не не видит все делает не в том призрак есть или нет делать возможности человек может его видеть да 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 и видела и это же женщина рассказывал даже его родственник погибал как говорится на смертном агре был видал он частично уже протягивал руки говорит ну что я вижу вам своих предков правильно правильно часть этого мира и часть здорово ничего интересного нас настолько мало людей которые с душой сущностью а вот эти биороботы они не имеют ни сущности вообще не души ничего живого просто как ну грубо говоря кусок мяса который все равно что там двигается какие-то нам заложены да все или еще что дополнишь значит как вообще самое идеально рассматривать модель с компьютерной игры но я всегда говорю что просто пытаюсь достучаться до людей не смотрите с одного ракурса смотрите сразу 200 200 вариантов то есть как я приводил пример снежинка может быть одновременно и и паром и жидкостью и как говорится и льдом а если это в пленке пленки записать то мы одновременно можем видеть пленки будущее прошлое настоящие точно так же мы и живем поэтому я сейчас скажу так что вот я приведу перевели примерно пресловутых чинайцах принято у нас их назвать китайцами это своего рода и явный пример мультиводства причем они сами любители сами китайцы мультиводством заниматься корейцы эти все так называемые азиатские народы кстати по есть предположение пока не забыл мне что-то кажется что у слова ну как мы знаем изначально азия описалась асия мне что-то это просто теория пока мне кажется захватчики откололи первую букву у асии а откололи букву р и тогда будет уже читаться по другому вот специально не буду озвучивать пускай человек любой кто будет нас слушать мысленно асия представляет букву р и кстати возможно это и с другими континентами это надо этим этимологически разбирать скорее предположительно каждого континента буква была р оторвана вот заметьте все континенты называются на букву а америка африка антартида и так далее австралия предположительно первая была р так теперь по поводу мультиводство значит допустим у китайцев допустим у миллиона китайцев есть один пользователь сущность то есть у нас допустим это персонально то есть ты ты сам игрок то есть как я всегда говорю ты сам себя держишь аватара мобильный телефон в руках и сам играешь то есть вершитель своей ну грубо говоря судьбы да 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 поэтому да вот это телефоны мы вот этаж это верусяками забиты и потихонечку появляются люди которые пытаются включать антивирусные программы вот и они как бы да они по сути бездушевные то есть у них да они они выполняют именно это работу определенную до известный случай когда допустим того же китайца или негра может либо во время зачатия ну скажем сущность реальная вселиться либо иногда бывает курьезы что в процессе жизни жил человек себе это жил-жил особенно это происходит когда в аварию человек попадает и потом вдруг его как подменили начал и на флейте играть и картины писать еще и польку бабочку танцевать никто не может понять был себе рядовым серым человеком и вдруг у него такие таланты а как раз-то сущность просто завладела этим мобильным телефоном взяла отбежала и давай до кнопки тыкать музыку доставать другие кордитки недавно услышал буквально недавно три дня назад ехал в поезде с человеком он родом Солдоградской области Воробьевский район с его первонепольское их еще знают как непольских летунов вот и там его дед получается копал колодец глубиной около 30 метров и он там переохладился как бы они он говорит вылазили и чуть-чуть крепкого самогона и как я понял мужики там увлеклись наверху самогоном и вылез он ему нечем было как говорится согреть душу свою и через два или три дня он впал в литургический сон мы подумали что он умер сначала родственники отвезли его бабки по литурге которые роды принимают и обмывают людей она начала его умывать и говорит да у него пульс есть и говорит нельзя его хоронить и положили его лежалом а в этот момент как раз в этом селе пришла какая-то женщина я читал не помню ее имя и всех с баламута свела то что будет конец света и всех заберут с собой на небо и там люди вплоть до того что перья себя втыкали имущество продавали и он в этот день проснулся как раз когда взлетать начали ноги руки себе переломали и после того что он в литургическом сне там пролежал 9 дней у него открылись возможности он начал людям говорить ну допустим кто-то что-то украл он говорит верни а до этого хуже тебе будет там ты переспал с его женой и тоже покажет а ты обор сделать тебе за это еще что-то будет ребенок уже ждет сверху вот интересный момент и произнес я поймал себя на мысли что эти люди да не пускай немножко загоняются плане там который кричат конец света все на небо вознесутся а я что разбираю это все серьезно отношусь данном случае ряда родовая перепуганная память из предыдущих воплощений помнит реальные концы света а как я в своих роликах неоднократно говорил определенных людей луна ковчег забирает к себе как говорится на небольшое время вот как раз то и есть вот это заберут на небо как раз то вот это что люди кричат заберут на тема как раз это и забирают да вот этот ковчег аркл мы всегда это думаем что это фигура речи то есть вознесутся души а на самом деле получается что люди иногда озвучивают это в панике истинную модель состояние ферта еще интересно мне про многоженство это действительно нормально для мужчин ну для нашей ситуации да а вообще как бы по старо древнеславянским традициям конечно в идеале чтобы было две ну как бы он и она и никого больше только в лихую годину разрешено даже наши предки умудрялись привязывались друг другу договаривались после жизни встретиться других воплощениях найти друг друга опять стать мужем и женой но так как нас уже осталось ну грубо говоря 200 миллионов и как говорится ужас неминуем на наблюдано надвигающийся поэтому конечно в этих в эти минуты скорее всего это разрешено причем она эффективно все равно существует то есть допустим обеспеченные люди в финансовом плане они все равно это то же самое практикуют относительно неофициально но как бы в документе и написано вот у него допустим есть какой-то небольшой горим я больше подумал в ту сторону то что это более связано с тонкими энергиями но то что мужчине в данный момент нужно больше энергии ну я подошел отталкиваясь от его знаний к ним потому что во время как бы когда когда родство душ есть у мужчины и женщины у нас разно направлены электроэнергии и когда они у нас совмещаются то есть мы дополняем себя женским энергией женщина дополняет себя мужской энергией я бы подумал что многоженство более в ту сторону направлено чтобы дополнить себя энергией женской ну в основном бывает по-разному ну как бы и то хорошо и то ну я понял и то и это ну допустим у других народов наоборот все у них там этот прайд то есть женщина как бы ну матриарка да да и мужчины вокруг нее как вот эти муравьи и пчелы вокруг матки так и самые мужчины это ну да есть наоборот получается в некоторых племенах шаман может только лишить девственности то есть считай все женщины привязаны к ним племени вот через них он проявляет управление ну иногда этим манипулируют как вот эти из легенд жрецы которые забирали молодых девушек под предлогом что для святых дела так а на самом деле для ну понятно просто да 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 еще у меня такой вопрос про прометея получается сначала придут да люди дающие знания а за ним и придут прометея уже ну это много раз повторялось поэтому как бы для меня тут дважды два четыре то есть да да то есть все равно будет отыгрываться та же роль которая всегда отыгрывалась для нашей соты ну а потом уже чистильщики конечно они уже они они своего как я называю как волки санитары леса так эти чистильщики это санитары соты чтобы ноут волки какую функцию выполнять чтобы там раненый зверь не загнил да не а чтобы яд не распространялся от травы то же самое дело это чистильщики но все равно умудряется даже за этот цикл бдительно наблюдают здоровые семена присматривают и будут это все равно спасать какое-то количество людей опять ячейка будет залито опять высадка наших потомков опять в эту соту вот и так далее я просто думал раз придут как бы дающие люди знания за ними прометеи придут я думал прометеи раз будут насильно подключать людей к информационному полю ну насильно в кавычках ну в кавычках там это на самом деле это просто блокировку снимают и все с помощью экстрасенсорных способностей можем угодно как угодно назвать гипноз или как говорил левашов переформатирование мозга суть не меняется от названия смысла не будет нет а раз будет такое количество разблокированных людей не могут ли они поменять ситуацию чтобы не дойти до чистить спасти ситуацию в целом ну могут и я же говорю что это три этапа то есть я как не врач это самое в медицине вначале одно применяют если не помогает там идут уже антибиотики а если не помогает то уже отрезают то есть то же самое и здесь начали будут пытаться лечить это травами и всякими скажем так ключевыми годами потом уже будет мощно это атака и которая может запросто помочь которая помада помогала и не раз просто вот модель я все хочу ролик про вот эту реинкарнации сделать если двух словах всех людей слушает это успокоить и сказать что реально после жизни есть жизнь и и не стоит бояться и стараться все равно помочь тоже кстати ручки нельзя опускать как я вот приводил пример достоевский в одном своем произведении писал чтобы если бы люди знали что после жизнь есть жизнь они бы начали беспределом заниматься а я посчитал наоборот что как раз то наоборот страх наоборот бы не дал бы это беспределом заниматься придется все равно отвечать ну да это надо преподнести что реинкарнация связана с законами вселенной то есть с законом кармы то что есть коны которые да ты переродишься но переродишься ты где ведь грубо говоря жизнь это есть для нашего вот этого мы мобильного телефона маленький промежуток времени а та сущность которая держит мобильный телефон для нее гораздо больше существуют временные рамки просто неимоверные конечно конечно это равносильно как создать несколько аккаунтов то есть можно играть в одну игру и один человек управлять потом другой мир войти и человек этот же человек управляет вот это кстати недавно начал задуматься вообще как бы по тем знаниям которые знаю это конечно ужасный скажем так грех откат это здесь здесь надо думать здесь надо думать не могу сходу сказать даже предположить вообще не должны по моей логике люди не должны совершать самоубийство я может быть оправдаю этих людей сейчас на ходу мне кажется инфернальные сущности могут толкать и и этих людей на самоубийство то есть допустим человека обкурился это какой-нибудь гадостью у него соображенчик не работает а в этот момент инфермальным сущностям очень легко манипулировать бездыханным телом и он ему шепчет подойди к окну подойди к окну ну что-то в этом духе то есть мне кажется что все-таки человек как толкает кто-то а не он сам на себя руки накладывать даже может быть своя сущность лучше которая в нем была и теперь понимаешь что инфернальная сущность может чего-то попортить лучше заранее как говорится самого себя чем потом еще хлеще в итоге ну как вариант сейчас вот кстати продвигают это есть там много и блогеров и лекторов которые любят продвинуть что нету принципиально разницы добро или зло это заблуждение я всегда настаивал и буду настаивать что все всегда есть четкие рамки это добра и и не и не добра но кто-то приведет пример скажет но вот животное нападает для нас это жалко что там волк раздирает лань этим пытается себя как бы это пропитать есть такое понятие моем понимании когда у волка программа и он запрограммирован на это это нормально но если человек поступает то что в нашем понимании не не нормально и это его не оправдывает критерий совесть да абсолютно я тоже думаю что внутренний голос ну совесть должны по ощущениям ты должен чувствовать что вот нельзя это делать и все как я занимался например бизнесом ну можно так сказать спаивали людей просто клуб держали свой да ну и в какой-то момент я понял что даже это для меня вредно и отошел от этого дела и стал заниматься как бы вроде человек и сам приходит сам сам себе наливает деньги но опять же способствует это я когда-то до 20 лет назад это не знаю пошутил или нет товарищ это пошел на самогонную точку как брал оптом а потом они разливали с братом по бутылке и продавали и вот мы идем обратно он не несет это я уже не помню две сумки по-моему каждой сумке по 5 трехлитровых банок я так с грустью говорю рома представляешь сколько в этих банках скандальных ссор драк убийств сколько ты сейчас несешь ужаса но он что-то хихикнул там я не в ответе за них что-то такое но я именно как бы провел именно просто логические наблюдения люди живут в нашем мире но это все недостаток знаний пытается как можно больше откусить при жизни вот это вся большая проблема человечества жизнь заканчивается надо быстро от жизни получить все и максимально не понимаешь что приходится по счетам платить да 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 все загнаны лишь одна деньги 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 а те кто не могут и заработать им предлагают и в итоге все с опущенной головой и даже подумать некогда о том что что тебя окружает кто ты на самом деле для чего ты здесь люди вообще не думают надеюсь люди об этом думают но времени у них на это подумать мало а это нужно это постоянно причем как я говорю что или не свои приводил пример говорю даже если ты попадаешь коллективы не озвучиваешь эти знания просто молчишь и и что-то другое говоришь люди тебя все равно эту информацию считают про сотовый мир и на подсознательном уровне если вдруг попадется им ролик они сами потом не могут не не смогут себе объяснить откуда они знали про эту сотовую землю на вот поэтому надо я бы сказал бы наверное сейчас на ходу придумал бы такую поговорку нужно людям учиться аккуратно жить